Это дикий кабан. Кстати, недавно кушал кабана. Вау. Просто вау. Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк, и я отправляюсь на поиски нового необитаемого острова. Чтобы добраться к нужному мне острову, мне предстоял очень неблизкий путь и пару перелетов. Вид с окна тоже ничего. Главное, вижу корабли. А это значит, что транспорт для того, чтобы добраться на мой остров, будет. Рано утром подъем, и я уже на причале ищу нужное мне плавсредство. Дистанция до острова 30 километров, и это займет где-то 2,5 часа пути. Стоимость билета на корабле 70 долларов. Уже через пару часов я увидел песчаные берега острова, который на первый взгляд мне показался достаточно уютным и дружелюбным. Но потом я присмотрелся и увидел это. Друзья, я просто в шоке. Смотрю на остров и думаю, боже, какой красивый остров, какой песчаный берег. Возможно, здесь будет хорошо разбить мой лагерь, чтобы снимать свое выживание. И просто смотрю под деревом. Этот большой какой-то крокодил, я так понял, это варан, дракон, знаменитый комодо. Я в шоке. Честное слово, впервые в жизни я вижу вживую. А в дикой стихии такое огромное существо. Он был больше метров двух, это стопудово, потому что по сравнению с деревьями он просто гигант. КОНЕЦ Эти острова были очень сухие и скалистые. Сплошные горы и камни. И вот я наконец-то прибыл. Очень жарко. Очень сильно жарко. Вид, конечно, шикарный. Люблю изучать новые места. Именно в этих джунглях живут драконы комодо. А здесь есть рейнджер, который следит за природой, за тем, чтобы люди не попадали на этот остров и не занимались браконьерством. Но этих комодо ничем не кормят. То есть за ними не ухаживают. Они здесь полностью в дикой стихии. И находиться в этих джунглях на самом деле очень опасно. Нужно смотреть внимательно по сторонам, потому что для комодо он дома. Он не в заповеднике, он не в зоопарке. Я у него на территории, и я для него добыча. И вот в таких вот местах на самом деле немного страшновато. Здесь есть также дикие кабаны. Здесь есть лоси. Здесь есть дикие коровы, баки. А также дикие куры. Только что видел, что-то наподобие фазана убежало в кусты. Я уверен, что я должен повстречать ближе это знаменитое существо, этого мини-годзиллу, и показать вам. Надеюсь, что у меня с ним конфликтной ситуации не возникнет, и все обойдется благополучно. Морские камушки кто-то рассыпал. Друзья, это дикий кабан. Это дикий кабан. Я уже сразу пресек себе пару деревьев, на которые, если что, буду заскакивать, потому что такая добыча может и мне дать жару. Вот это да, в диких условиях здоровенный кабанюра. Это значит, что можно ставить будет ловушки. Но не здесь, на этом острове ничего такого делать я не буду, потому что это запрещено законом, и я очень уважаю природу, поэтому такие места я трогать не буду. А вот это вот помет комода. И обратите внимание, здесь шерсть. Шерсть дикого кабана. Недавно комода скушал кабана. Это факт. Смотрите, вот идешь, и просто здесь такое большое дерево, упавшее лежит. И видно, что его расцарапали когтями. Или комода, или же дикие кабаны. Искали себе добычу. И здесь такого полно. Куда ни глянь. Да, я думаю, это кабаны. Скорее всего, это кабаны. Искали червей или личинок, чтобы покушать. Очень дикая природа. И деревья огромные, просто огромные, к небу достают. Честно, такое впечатление, что я где-то попал в фильм Парк Юрского периода. Друзья, только что. Вы видите, что происходит там в траве? Смотрите. Это комода. Я видел его. Это комода. Большущий. Вон, смотрите, смотрите какой. Он просто огромный. Метра два точно. Спрятался за ветками, но он видит меня. Конечно же. Это молодая самка. Полезла наверх. Возраст такой самки где-то около 18 лет. Давайте попробуем подобраться поближе. Капец. Нужно быть осторожными, чтобы не спровоцировать агрессивную реакцию на меня. Капец. Вау, просто вау. Я просто не мог не воспользоваться этим шансом и не увидеть дикую среду обитания этих драконов. Это чуть ли не единственное место в мире, где еще остались драконы Комодо в дикой природе. Поэтому я просто был обязан отправиться сюда и увидеть это своими глазами, ну и показать вам. Комодский варан – это самая большая из ныне существующих ящериц и самый тяжелый современный представитель чешуйчатых. Возраст древних ископаемых остатков комодских варанов, найденных в Австралии, составляет более 3,5 млн лет. Диета взрослых комодских варанов состоит в основном из крупных копытных млекопитающих. Но они также не брезгуют другой добычей, в том числе падалью и своими сородичами. Ранее еще был популярен миф о том, что в пасте у комодских варанов скапливается большое количество болезненных бактерий, вызывающих заражение крови у укушенной жертвы. Но в настоящее время это утверждение считается недействительным. За один пресет голодный варан может съесть количество мяса, равное примерно 80% от массы его тела. К примеру, одна самка комодского варана массой 42 кг съела 30-килограммового кабана всего лишь за 17 минут. Вы это видели? Просто олененок прогулялся рядышком со мной и подошел к бывшей реке, где совсем маленькая лужица осталась, он попил воды и пошел дальше. Позже я решил прогуляться по розовому пляжу, немного освежиться в прохладной воде и заодно немного изучить подводный мир. А это наутилус. В индуистских мифах называли символом внутренней красоты в природе, символом творения. Совсем розовый песок, смотрите, нереально. Аж красный. А почему он розовый? Потому что в этих водах много красного цвета кораллового рифа, который ломается и осколки перетирает вода и смешивает с песком. Поэтому здесь песок и выглядит таким вот розовым. Вот пример такого рифа, коралла, вернее красного цвета, осколки которого и делают цвет песка розовым. Их нужно засмешивать после pinка, который обязанин для потка, но ты покупаешь и рисус с очень большой, стройкой повреждения солнца Голомена. Это была замечательная миссия. Правила эмоции More retailer велик в worker доске перетирает моегоeters. А пинатанг bins и фиксирует найди настоWell smartper в науки крупные bothers. Возвращение экскурсирует к шуруппы. А польза эмоции м tearсинуют в ваших politicians от издел 팔�ыхよろ Ads wealth! С первые твой умения был lightless желаемкое видение, а �iba? Но все это время, expert изменится на том, что это питание. В общем, понырял я под водой, честно скажу, и мало рыбы, и большой я не видел, но хоть настроение подняла, вот это вот Бэрби Шарк, маленькая акулка, приплыла со мной поздороваться немного, я за ней побегал, поснимал, очень красиво, это точно такая же, как я поймал на острове акул, только совсем малыш. Корабль продавливает воду, и вот там вот под пузырьками, под водой, светится планктон, блин, ну оно мельком-то, конечно, я думаю, вам не сильно заметно, но это на самом деле очень красиво. Позже мы решили переплыть на другую сторону острова, где вероятность встретить комодо была больше. Вы только обратите внимание на рельеф этих островов, я не сильно представляю, как было бы мне снимать свое выживание и рыбалку в этих краях. Смотрите, здесь тоже все порыто, все деревья погрызаны. Какая же здесь красивая природа, посмотрите, ну просто ботанический сад, как же здесь красиво! Вау! Если на моем острове, где я буду снимать выживание уже, будут такие деревья, это было бы круто. Прямо здесь можно сделать свое укрытие, свой шалаш. Кстати, какаду полетел, какаду, большой какаду! Он меня заметил и вот сейчас жалуется, что я залез на ихнюю территорию, и тем самым предупреждает остальных жителей джунглей, что здесь есть человек. Вы видели гнездо комодо, я к нему не подходил, потому что это очень плохая идея. Во-первых, комодо защищает свое гнездо. Во-вторых, за яйцами комодо охотятся обычно другие хищники. Именно в этом котле, скажем так, в их норе могут быть как агрессивные комодо, которые защищают свою территорию, свое гнездо, так и другие хищники, ядовитые змеи, которым, блин, страшно, кто-то бегает, которые могут меня атаковать. А вот маленькие комодо, когда рождаются, они первые два года сразу же вылазят на деревья и живут там. То есть маленькие комодо не ходят по земле, а прячутся на деревьях. И когда после двух лет масса ихнего тела уже превышает определенные размеры, они не могут удерживаться на деревьях, и поэтому спускаются на землю, делают себе укрытие и живут уже на земле, набирая массу до просто огромнейших размеров. Этот паук называется кругопряд нефила. Известны они и под другими названиями, такими как банановый паук, пауки-золотопряды, гигантские древесные пауки и другие. Яд пауков рода нефила сильный, но не смертелен для людей. Так как сети пауков нефила достаточно крепкие, то рыбаки на побережьях Индийского и Тихого океанов собирают их и формируют из них шарф, который бросают в воду, чтобы поймать рыбу. Он просто огромный, он больше, чем мое лицо. Он, ну вот если сравнить с рукой, у него лапки, если в раскрытом состоянии, длиннее, чем моя рука. Просто огромный. Я таких никогда в жизни не видел, а тем более в диких условиях. Комодские вараны достаточно агрессивные и являются одними из потенциально опасных для человека хищников. Известно несколько случаев нападения варанов на людей, в том числе и с летальным исходом. Я под большим впечатлением. Я, честное слово, не ожидал, что столько эмоций подарит мне этот остров. Огромные динозавры, большие, самые большие в мире рептилии, вырастающие до 4 метров и весом до 200 килограмм. Это не зоопарк, это их территория, их условия. Я очень рад, что правительство этой страны ценит эту природу и охраняет. Друзья, я нормально рассказать вам не могу то, что хочу донести к вам. Только что огромнейшая манта вылетела над водой и шляпнула на воду. Не знаю, метра, наверное, 3 в ширину. Просто огромная. Я такого еще не встречал. Друзья, вы видели вообще живую манту? Я даже не подозревал, что они таких огромных размеров на самом деле, как две, блин, большие, очень большие. Манта. Известный также под названием гигантский морской дьявол. Это вид океанической рыбы, длина которой достигает 9 метров, а вес 3 тонны. За один день я сегодня увидел большущую акулу под водой. Снять не успел. Верьте на слово, кому как угодно. В общем, маленькую акулу, которая приплыла на розовый пляж. Видел комода, видел оленей, видел диких кабанов, фазанов, диких кур, видел какоту. Также видел впервые в жизни огромных мант. Это такие большие черные скаты. Ну, орлы огромнейшего размера. В общем, за один день я получил столько эмоций. Это незабываемо, друзья. Я желаю, чтобы все и побольше путешествовали. Пришло время возвращаться в цивилизацию, ведь завтра у меня очередной перелет. На пути к новому необитаемому острову, где уже и начнутся мои новые приключения. Но напоследок мы решили посетить один совсем крохотный островок, чтобы там встретить очаровательный закат. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк. Я путешествую по тропическим островам в поисках новых приключений. Занимаюсь подводной охотой, рыбалкой, элементами бушкрафта и выживанием. Когда мы проплывали сильные потоки течения, через кристально чистую воду было видно огромные особи карангсов. Как жаль, что в этот момент мое рыболовное снаряжение было не под рукой. Но перед тем, как отправиться на этот остров, часть зрителей мне писали. Жека, а давай выживание без ничего? Я подумал, почему бы и нет? Давно такого не было. Сейчас я отправляюсь на новый полностью необитаемый остров. Вот это течение. Плыть мне еще пару часиков осталось. Сегодня наше отправление было не сильно рано, что меня радует, потому что с этими перелетами я очень сильно устал и наконец-то смог немного поспать. Смотрите, мы сейчас стоим просто на месте, потому что течение очень сильное и корабль не справляется с ним, просто не справляется. Вот это стихия. Именно в таком течении и сидит большой пилотический хищник, такие как JT. Вы видели, как я их ловил на острове акул. Кто не видел, просто советую вам посмотреть. У меня есть плейлист, называется «Выживание на острове акул». Там я ловил и акулу, и JT, и Queenfish. В общем, интересные выпуски. Не буду сильно затягивать начало. Перейдем уже ближе к теме, когда приплывем на остров. Каждый новый остров, каждое новое приключение. Я испытываю что-то новое, развиваюсь и прогрессирую, чтобы не стоять на месте. Так же мне писали рыболовы. Жека без спиннинга не едь на остров. Давай опять элементы рыбалки для того, чтобы поймать себе добычу. Очень сильные потоки течения, посмотрите. Корабль здесь как игрушка. Друзья, ваши ставки, через сколько дней на вот этой вот белой копке будут пятна от рыбы или чернила от кальмара? Я очень надеюсь, что с первого дня. Меня немного настораживает то, что эти острова сухие. Есть деревья, но рельеф совсем сухой. Надеюсь, что климат будет щадящий. Друзья, спереди уже вижу свой остров. Вот где-то там, ближе к деревьям, буду парковаться. Есть деревья, есть тенек. Что нравится, что гора сразу рядышком. Я смогу подняться повыше и сделать обзор. Не нужно далеко идти. Также вижу здесь меляк, риф и резкий обрыв, что должно быть интересно для рыбалки и подводной охоты. Также вот там спереди вижу мангровые кусты. И рядом мелячок, такая бухта себе голубая, где я смогу позаниматься подводной охотой и поискать, надеюсь, устрицы. В общем, пока что мне очень нравится. По сравнению с островом Акул, на нем меньше растительности, значительно. Трава вся желтая, видно, что здесь жарко. Черный вулканический песок вижу. Да, здесь остров совсем другой. Какой-то он мне показался не сильно дружелюбный. Какой-то он мне показался. Авантюра, авантюра. Во-первых, мне не нравится то, что здесь какая-то муляка и мутная вода с этой стороны. Обойду еще остров, изучать буду, буду смотреть, где разбивать свой лагерь, потому что эта сторона мне не нравится и ветра много. Включаем сникалку и вперед. В первую очередь нужно обойти максимально территорию острова, чтобы изучить его, выбрать удобное место для того, чтобы разбить лагерь. По пути найти полезные артефакты, такие вот как этот фрагмент пенопласта. Пенопласт я тоже буду собирать, сложу его на кучу. Возможно, у меня будет время, и я сделаю плод для рыбалки с помощью пенопласта, пустых бутылок, а также вот такого роллбэга. Ну и также этот роллбэг можно использовать во время рыбалки. Просто с ним же плавать в океане, и он тебя поддерживает, как дополнительный спасательный жилет. Возможно, здесь будет удобно разбить лагерь, нет. Пошли посмотрим, что у нас здесь происходит. Здесь уже начинаются мангровые кусты и вот такие вот скалы. Я очень сильно надеюсь, что на мангровых кустах я смогу насобирать устриц. Очень скоро все эти мангровые кусты покроются водой, потому что вода будет подниматься аж до вот этого уровня камней, и все эти корни будут под водой. Возможно, здесь я смогу понырять, позаниматься подводной охотой. Когда будет прилив, будет видно. Мангровых крабов здесь нету, не осталось в болоте. Здесь лапа. Также очень важно постараться найти дерево, обгоревшее дерево. То есть, возможно, кто-то разжигал огонь и обгоревшую ветку или дерево подхватил океан и выбросил на мой остров. Вот такую вот ветку моя задача сейчас найти. То есть, мне нужен будет уголек для того, чтобы подготовить свой труд или вообще было проще разводить огонь. Вот то, что я говорил. Обгоревшее дерево. Именно вот эти вот угли я сейчас соберу и заберу с собой. Еще одна веревка пригодится мне в построении моего шезлонга. Идем дальше изучать и собирать полезные артефакты. Я обратил внимание, что здесь достаточно неплохие тропы в траве. Здесь есть живность. Возможно, бакланы. Возможно, кабаны. А вот тому подтверждение. Это голова рыбы. Кто-то здесь доедал свою добычу. Ну что, друзья. Давайте я с вами поделюсь первыми впечатлениями об этом острове. Честно скажу, когда я увидел первый берег, куда я по карте решил высадиться, я испугался. Честно. Честно. Здесь высокая растительность, сухая куча колючек всяких. Ну, там горы, это само собой. Мало деревьев. И что мне не понравилось, это первое впечатление испортило... Приплыл я сюда во время прилива. Не было совсем видно песка. То есть были просто кусты, колючки, сухая трава. Никакой жизни. Нету песка, красивого пляжа. Видно было только черный вулканический грунт. В общем, все впечатление у меня испортилось. И я расстроился, потому что думаю, вот это я попал. Короче, высадился. Я понял, что это авантюра. Думаю, ну будет как будет. Высадился. И знаете, со временем чуть-чуть как-то все оно поменялось. Во-первых, я чуть-чуть привык, успокоился. Также во время отлива и картинка с песком поменялась. Открылся вот такой вот белый обычный нормальный песок. Визуально это смотрится уже мило и красиво. Поэтому и настроение тоже поднялось. Бегает какой-то фазан. Я к тебе еще доберусь. Еще часть зрителей писали мне. Жека, побольше подводной охоты. Для выживания на острове бери гавайский слинг. Очень интересная штука и то, как она работает. Ну и, конечно же, больше всего людей писали мне. Жека, скучаем за гавайкой. Это изюминка твоего контента. Когда ты ее вернешь? Ну, конечно же, без гавайки я никуда. Но, как вы помните, она вышла из строя. И для того, чтобы ее использовать опять, сначала мне придется сделать новый наконечник. В этот раз у меня очень много идей и вариантов в голове. Но ко всему буду подходить постепенно. Эволюционируя. А после вместе с вами сделаем вывод. С чем же сложнее всего было выживать? А с чем было интереснее всего охотиться за добычей? Вау, пускай. Друзья, в этот раз на остров я попал достаточно заряженным. Я взял все, что вы меня просили взять с собой. Но использовать все вместе я ни в коем случае не буду. Ко всему буду подходить постепенно и прогрессировать. А для того, чтобы в конечном итоге разобраться, с чем удобнее всего охотиться и выживать на необитаемом острове. Ну а пока что начинаем с нуля. Выживание без ничего. Маленькая акула поплыла, видели? В первую очередь нужно найти какую-то альтернативу ножу, что-то острое, режущее, колущее. Попытаться раздобыть огонь. Я планирую с помощью пластиковой бутылки это сделать. И удерживать его до вечера. Обязательно соорудить какое-то изобретение для охоты. Поймать себе добычу, приготовить ее и, конечно же, обустроить какой-то уголок для ночлега. Это мои задачи на сегодняшний день. В качестве режущего чего-то я возьму одну из ракушек этого гигантского моллюска, разобью и попытаюсь забыть острый угол, чтобы это и было мне альтернативой ножа. Казалось бы, ничего сложного, но нет. Не так легко, как я думал. Нужно поискать другую ракушку. Этот камень возьмем. Хорошей формы. В этом пластиковом фрагменте есть три гвоздя. С них я могу сделать примитивную острогу или гавайку. Пригодится, чтобы связать гвозди в кучу на моей гавайке. Ну а с помощью пластиковой бутылки я попытаюсь развести огонь. Нужно пособирать пластиковых бутылок и найти максимально чистую, еще не старую бутылку, чтобы была прозрачная. Смотрите, какая красивая ракушка. Я здесь сегодня ходил по берегу, я ее не видел. Это значит, что ее выбросило только что. Мне всегда было интересно, как вот она не живая стопудово, как океан может достаточно тяжелую ракушку выбросить. Возможно, воздух внутри был и как поплавок, я не знаю. Но очень красивая. Может забрать кому-то на сувенир и разыграть ее. Друзья, кому выслать вот такую вот красивую ракушку на память. Такая находка. Это были бананы. Но я больше чем уверен, они непригодны уже к употреблению. Ну да, самого плода нету, только скисшая внутрянка. В качестве трута подойдут вот такие вот сухие фрагменты травы. Смотрите, должно загореться быстро и легко. Это собираем, это и будет стартом моего костра. Сухое, на ветру, нет соленой воды, просто идеально. А вот и фрагмент обгоревшего дерева выбросила на берег. Этот уголь нужно собрать и вместе с пухом перемешать, чтобы был стартовый труд и с помощью пластиковой бутылки попытаться раздобыть огонь. Надеюсь вас не укачает мой дерево штатив. Кстати, с этой палки возможно и получится сделать острогу вместе с теми гвоздями, которые я нашел в пенопласте. Немного соберу травы и вот такого вот пуха это будет труд для разведения огня. Держи дерева, хорошенько растираем уголь до пепла и в этот черный пепел нужно будет испачкать наш пух. Этот пух перемешанный с углем нужно скатать в валик, но очень важно чтобы он был хорошо сухой, не влажный, ни в коем случае не влажный, поэтому если что лучше на всякий случай на солнце положить просушить дополнительно. Как вам такая находочка? Небольшой помидорчик, где-то кто-то уронил или с лодки или я не знаю, но я рад что его океан направил ко мне. Нашел морского ежа и здесь еще один был, нужно его достать. Икра морского ежа достаточно питательный белок афродизиак, считается деликатесом. Ну и кстати даже очень вкусно. Возьму вот эту досточку и на ней разделаю морского ежа. Выглядит очень красиво, я надеюсь что и вкусно тоже. Нашел тенек, здесь спрячусь и пока что вот эти три гвоздя буду точить с помощью камня и сделаю наконечник для моей гавайки, для моей остроги. Не спеша, но очень даже эффективно. Я думал будет дольше процесс. Нагревается, смотрите, очень даже неплохо. Обломал элемент бамбука до начала узла, чтобы эти гвозди вставить вот так вот и они упирались в узел, а не проваливались вовнутрь. И так я смогу делать силовые удары и тем самым гвозди не будут куда-то улетать или отпадать. А в средину я хочу вставить палку вот так вот, где сделаю три засечки. В эти засечки уйдут как раз гвозди, чтобы они не смещались влево-вправо и забью эту палку внутрь. Это все промотаю, привяжу и я надеюсь это изобретение будет держаться и мне хватит, чтобы поймать сегодня какую-то добычу. Веревки которые я нашел я расплету на маленькие нити, чтобы более плотно обвязать мой бамбук и стянуть эти гвозди внутри. Вот так вот зажать гвозди внутри. Эту вставку сделал конусообразной. Теперь смотрите, что у нас получается. Берем гвозди, вставляем сюда в паз 1, паз 2, паз 3. То есть с одной стороны оно идет на конус внутрь, то что зайдет в бамбук, а со второй стороны расширяется, что и будет нашим наконечником остроги. Вот, заводим внутрь плотно. Теперь нужно чуть-чуть забить его внутрь. Не идеально ровно, но тем не менее, чтобы поймать себе какую-то добычу, я думаю сойдет. Это все нужно связать в кучу, а главное к этому вот узелку бамбука подтянуть, чтобы оно не ушло. В итоге получилась у меня вот такая вот гавайка. Длина конечно желала бы быть лучше, но самое главное устойчиво зафиксировать гвозди вот здесь. Этот остров частично покрыт черным песком, это вулканический песок. Значит где-то здесь недалеко были действующие вулканы. Подсобирал немного веревок. Здесь их очень много, поэтому с этим проблем нету. Хочу сделать себе какой-то... Хочу себе сделать какой-то гамак или шезлонг, на котором смогу переночевать. Взял свое изобретение для охоты на всякий случай. Если увижу какого-то фазана, могу атаковать. Или же давайте пройдем вдоль воды. Иногда замечал, вон видите круги. Не один раз уже замечал, маленькие акулы плавают вдоль берега. Вон рыба плывет, видно вам? Вон, вон, вон под верхом. Она меня видит, только я замахнулся, она сразу стремительно ушла в сторону. Я почему-то думал, что она меня не видит. Опа, видели, видели? Выпрыгнула и уплыла. Да, к птицам тоже попробуй подберись. Сразу же улетают. В мангровых кустах много мелкой рыбы, а это значит, что и большая рыба здесь тоже может быть. Вау, скат. Тоже может быть. Вау, скат. А еще я понял, что у моего изобретения большая плавучесть и он просто как поплавок не достает ко дну, хотя не достает. Есть. И... Кто ты что? Какой быстрый. Иди сюда. Стой, стой, стой. Ну, 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 ну. Где он? Где он? Где он? Ого, друзья. В мангровых кустах морская змея. Вон, проплыла. Видно вам? И скат. Здесь очень опасно. Так, змея где-то исчезла из виду, поэтому пойдем ловить ската. Куда он делся? Где же он делся? Здесь заплывал скат. Небольшой скат, я точно его видел. Видно вам? Пескат. Краба упустил, ската упустил и чуть не наступил на край-то. Рыба большая. Рыба большая. Еще веревка. Ну, веревки здесь головой хватает. Большая веревка. Ну, или канат. Еще веревка. А вот здесь я и попытаюсь сделать себе шезлонг. В идеале это было бы сделать с веревок, с вот таких вот канатов. Переплетать просто змейкой, и это было бы намного комфортнее и удобнее. Ну, и быстрее. Как вариант, шезлонг можно сделать с перемычками из дерева, собирав достаточное количество веток. Но это лучше делать только в том случае, если ваши ветки не имеют большого количества сучков, вот таких вот. А также, если у вас есть достаточное количество дерева и желательно одной толщины, чтобы не было перепада, потому что ваша спина ночью скажет большое спасибо. Поэтому этот вариант в данном случае я убираю в сторонку. Я буду использовать второй вариант, это веревки. Вот такие вот канаты, это вообще очень хорошая находка, потому что его можно расплетать на три шнура, на четыре шнура, вот смотрите. И причем очень длинных, вот так вот змейкой переплету здесь все и смогу здесь комфортно лежать, отдыхать и ночевать. И безопасно повыше от сырого песка, от сырого грунта, а также подальше от ползучих гадов. Разбираем канат на запчасти. Хороший фрагмент я нашел, достаточно длинный, толстый и с него будет много вот таких вот достаточно крепких белых веревок. Вот такого плана. Все это нужно связать в одну длинную цельную веревку. Фрагменты веревок я связал между собой узлом восьмеркой и теперь смотрите, у меня получился фрагмент. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Около двадцати метров у меня получилось веревки только с одного этого каната. Смотрите какой хороший фрагмент. Сейчас довяжу остальные кусочки и буду заплетать свой шезлонг. Довяжу остальные фрагменты. И таким же способом продолжу. Осталось еще совсем немного, где-то метра будет достаточно. Хорошо, конечно же немного врезаются веревки, было бы идеально подкинуть каких-то листьев сверху или же листы пенопласта, которые я видел на берегу. Но в целом это приятнее, чем на досках спать или на песке. Мягко под спиной прогибается, держит форму, не просаживается, в общем классно, мне нравится. По крайней мере здесь я смогу переночевать хотя бы одну ночь. Изобретение для подводной охоты. Надеюсь, с помощью него мне удастся раздобыть какую-то себе еду. А пока что, друзья, мне нужно помыть вот эти две бутылки и набрать максимально чистой воды, чтобы сделать линзу, с помощью которой я попытаюсь раздобыть огонь. Вода должна быть максимально прозрачная. Чем прозрачнее вода, тем лучше линза будет работать. Сначала я подумал, что выставить бутылку статически поможет мне легче всего и быстрее поймать нужный сконцентрированный луч солнца. Так как я просто перемещал труд левее, правее, ближе и дальше от бутылки в поисках самого сильного луча. Идея хорошая, но с помощью этой бутылки я так ее и не смог реализовать. Сменил на вторую бутылку с более рельефной поверхностью, которая из-за этого на первый взгляд мне казалась менее эффективной. Но по факту оказалась совсем наоборот. Для того, чтобы развести огонь, нам понадобится перетертая сухая трава. Ух, испачканный пепел, древесный пепел и бутылка с водой. Самое главное поймать правильный и самый сконцентрированный луч. Но самой сложной миссией оказалось не это. Самым сложным оказалось это заснять весь процесс. Так как камера на протяжении 5 минут под открытым палящим солнцем во время записи очень быстро перегревалась так, что ее в руки было сложно взять и отключалась в самый неподходящий момент. И потом я сидел и ждал, пока она остынет и делал очередную попытку. С дублей десяти, наверное, у меня появились первые успехи. И я немного приловчившись, наконец-то раздобыл первый уголек. У нас есть огонь! Ху-ху-ху! Так, теперь быстрее его поддерживать нужно. После моего успеха я подумал, стоп, это же профессиональные эксперты по выживанию на диване скажут мне, что на самом деле огонь я так и не добыл с помощью бутылки. Поэтому я решил не дать им такого шанса, развеять сомнения и еще раз повторить самый ответственный процесс одним кадром без склеек. Главное, когда вы поймали самый сильный луч, удержать его на нужной дистанции и не смещать до тех пор, пока не появится искра на труте. После чего плавными круговыми движениями лучом расширять эту искру, делая ее больше и больше. И когда она начнет уже тлеть сама, осторожно перенести искру в сухую траву и плавно раздувать в разные стороны. У нас есть огонь! С помощью бутылки океанической воды можно развести огонь. Помидорчик пока в сторонку. Вот так вот внутренности выбрасываем и здесь остается икра. Уберу внутренности и пойду полосну. Оно лишнее вода уберет, а икра останется. Огонь! О, икра! Теперь это выглядит совсем по-другому, смотрите. Очень красиво и аппетитно. Промыл. Чистая икра. Красивая, как в ресторане. О, какой кусочек. Радует то, что рядом с этим островом намного меньше лодок плавает и ночью намного спокойнее. И бывает так, что просто слышишь где-то звук лодки, но она где-то очень-очень-очень далеко, что ее визуально даже и не видно. Отделяю микроорг. Вкусная соленая, как селедка. Но я уже сравнивал и мне больше всего похоже на вкус, наверное, устриц. Отделяю микроорг. Чуть не уронил. Похоже внешне на рябью икру, но на вкус похоже на устрицы. Вкусно. Когда голодный, очень вкусно, честно. Это пока что мой камень. Орудие для резания, рубания, забивания, перетирания. В общем, удобный инструмент на самом деле. А помидор я оставлю на попозже. Вау, какая крутая тарелка. Пошли помоем, это будет моя тарелка. Уплыва. 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 Вот там под ветками плавает желтая рыба. Уплыва. 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 Друзья, и обязательно после просмотра напишите мне в комментарии, понравился ли вам выпуск в стиле выживания без ничего. Наконец-то я дождался отлива, солнце уже зашло и настало время моей охоты, времени у меня осталось совсем немного, потому что поскольку у меня выживание без ничего, я не имею права использовать какой-то дополнительный свет. До того момента, пока полностью не стало темно, мне нужно поймать какую-то добычу. Нужно осторожно передвигаться, смотреть, чтобы не наступить на какого-то ската и в случае чего быть готовым к атаке. Потому что мне нужно что-то добыть еще. На морских ежах не проживешь. Мелкая рыба очень быстрая, я не успеваю даже глазами ее поймать, не говоря о том, чтобы сделать бросок и попасть. Во время отлива создаются вот такие вот штучные озера, и есть шанс, что в такую вот ловушку попадается рыба, кальмар, осьминог, скат, мурена. Этим моментом я сейчас пользуюсь, пытаясь найти какую-то добычу себе в этих озерах. Пока что ничего такого не нашел, нашел только вот эту голубую красивую морскую звезду. Я надеюсь, что угли в моем костре еще не погасли, потому что с него нужно будет раздуть огонь и приготовить то, что я поймаю. Поэтому, если вы раздобыли днем огонь, не забывайте подбрасывать большие полена в ваш костер, чтобы они тлели или горели. Ну, в общем, чтобы вы не стояли над костром, но тем не менее, чтобы он не погас и в любой момент вы могли раздуть и развести огонь заново. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Кому понравилось видео, палец вверх. Подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А этот уровень выживания без ничего я прошел и завтра я имею право взять один предмет для того, чтобы охотиться мне было легче. Смотрите следующий выпуск. Спокойной ночи.